Песня 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 Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа Толкование Благодарю, говорит, и радуюсь надежды, что Бог, начавший у вас доброе дело, сам и будет совершать его, потому что по прошедшему я заключаю и о будущем Посмотри, как он умчает и думает о себе скромно, когда приписал все Богу, а не им одним Впрочем, этим он нисколько не лишил их почести, поскольку он сказал, начавши у вас, то есть по вашему желанию, если бы не было составной человека желания, то и Бог ничего бы не сделал Потому что, если бы он безусловно действовал, то ничего не препятствовало ему действовать и в эллинах, и во всех людях Итак, Павел немало хвалит филиппийцев за то, что они привлекли себе благодать Божию для содействия не человеческого, но Божия Вместе с тем и одобряйте их, чтобы они не унывали Потому что, если Бог совершит начатое, то не будет для них большого труда Даже до дня Иисуса Христа То есть до пришествия Господа Таким образом, говорит, я верю, что не в одних вас Господь будет действовать, но и в тех, которые будут после вас, даже до скончания мира Или же по днём Иисуса Христа, понимая смерть каждого, то есть конец Вопросы учитесь задавать Расширяйте тему Где он его писал? Когда он у них был? Предстоит ли еще встреча? Как люди встретили это послание? Как те, которые не встретили, уже читали, приехали в гости? Вот у нас письмо от Павла А где он? Вот вы должны знать, где он Это послание апостола Послание радости Одиннадцать раз слово радость звучит здесь Радуйтесь И еще раз говорю, радуйтесь Хорошо тебе радуются Тебя возят на машине Гостиница тебе такая КГБ охраняет тебя, как патриарха Ничего этого нету Он сидит в вузах А тюрьмы были, это такие, как сегодня Вот если посмотрите, иудо-бедбога Когда там, как коснулось освобождать Мать и дочь А живые они? А не знаю Ногой поднимают там щеколку Куда кормушку дают Теперь кое-как дверь открыли Сколько прошло лет, и никто туда не заходил А когда зашел оттуда, пятница, что проказа Сегодня не так Просто нечистые Комиссии постоянно идут Я говорю то, что видел Стирка каждую неделю И тебя как только привезут Допустим, тебя из Рубсовска везут Оттуда больше всего Оттуда отправляют Сказали, в 2 часа посадка будет До 2 часов, чтобы помыли Здесь привезли В 8 часов Здесь при этом Помыли, да мы мылись Не касается, мы поезды были Снова его душевую отпаривают У них за 10 лет этого не было Что у нас за деньгей И вот отсюда Как он его говорит Радуйтесь Еще радуйтесь Если бы мы не знали, где он был Мы бы сказали Хорошо, у тебя радуются Как сегодня Лучшие машины, кадиллаки Охрана его Снайперы на крышах сидят Я видел, как патриарх приехал в монастырь И как, где кто сидит Как встречают Ну так и надо, потому что Видишь, что творится Нападают и прочее Тогда тоже нападали И вот теперь Что мы извлекаем из этого Один раз просчитать Или два раза надо просчитать Понимаешь, сколько вопросов А вы пришли потихоньку и ушли Я вопрос вам хочу задать Сразу же Ян Златоуст считается Самый плодовитый Проповедник Проповедник покаяния Так его зовут Он везде ведет людей к покаянию Я начитывал 12 тонов 12-й том Он там тысячу больше страниц И вот сделали 13-й том Отдельно, потому что там Оглавления еще идут Я думал, что это все И только потом Узнал Почитав что-то Василия Бибрюссельского архиепископа Почему? Нет других материалов Я насчитывал добротолюбие 5 тонов Там кого-то только нету А этих нет там людей Которых я узнал А кто? Сегодня, когда мы Сколько-то пройдем А потом я вернусь к этой теме Сегодня три темы будет Закончим первую Ну, минут, допустим, 40 А дальше по теме Пойдем дальше Са, пока думайте так Вопросы по этому По абзацу есть? Ну, все ясно Давай дальше Седьмой стих Как и должно мне помышлять О всех Вас Потому что я имею вас сердцем В узах моих При защищении И утверждении Благовестования Вас всех Как соучастников Моих благодать В узах Прямо говорят В узах В узах это тюрьма Это наручники Сегодня там Бегут Там все только не делают Чтобы не заразились А там ничего этого не было Стекает плесень со стен А там как приковано к стене Как и в темноте Ни электричества не было Жечь никто не будет Даже Ну, на процент нельзя сравнить Как сегодня А сегодня взяли его А меморандум положен Расстрела нет А он убил Уже Девять человек Убил Вот этого Руслана писали Про это Ему захотелось Покататься на машине И где-то Алтайский край Ну, горный Алтай Он увидел машину Машина понравилась А приехал корреспондент Жена и двое детей Никто не мешает Он на берегу Славил палатку Все А он пришел за камень Лег и лежит Отцово ружье взял Он из палатки Прикидывал на себя Ехать Только вышел Он его сразу пристрелил Он даже не крикнул Жена выскочила Тогда что Он ее жену убил А ребятишек Камнями разломил Головы И все Потом бросил Бия потянула И вот что Восемнадцати лет нету Десять лет За хорошее поведение Пораньше выйдет Он уже давно дома Четыре человека исчезли Никогда в мире Так это не было Почему? Вопросы стояли Я неоднократно говорил Мальчик один Поймал перепелку Да мало ли Перепелок сколько Варил ее Съел Эта курочка А он Ножки обрезал ей Уживой Кто-то доложил Взяли проверить Ты сделал ты И заседал Верховный суд Эллады Греции Единодушу проголосовали Он должен умереть Это растет Щекотило Все кончилось К вечеру Его уже на земле нету Потомства От него Чтобы не было Никакого Вот как Рассуждали А сегодня А сегодня Сколько суды Прокуратура Работает И не уменьшаются Смотришь Опять Анистия К преступникам Выходят До дома не дошел И снова опять То же самое Испортил Малолетку Пятилетнюю А зачем Я бабку Украсила так И вот Посадили Дальше ничего нельзя Пожизненно За хорошее поведение Через 25 лет Могут освободить Я к тому Это говорю Чтоб мы были Очень внимательны И к тому Как было И сейчас И не пользоваться Вот этими Льготами Преступникам А молиться Чтобы власти Взяла Власти В руки свои Вот как сейчас Этого Белоусова Андрея Раймановича Там поставили И не смотрят Он сейчас напали Там на курс Там подряд Генералы Все выметываются Отвечать Детей их найти Послать на это место Он разговаривает Как перед ним Малолетки какие Только так Можно было Город В атаке Разграбить Разрешается Женщина Девушка взятая Если она девственница Оставить ее Дать ей там Сколько Сорок дней Пусть она поплачет О родителях Которых убили у нее Библия там говорит А потом Потом Ты можешь Сверить ее То есть Спать с ней Ногти обстрежут Волосы пусть Но если она тебе Не понравится Ты должен Отпустить ее Уже не как Рабыня Как свободную За то что Ты был с ней Но вот Город один берут И указание прямое Ничего не брать Все сжигать Все вырубать Какие они не были Были не оставлять живых Но ведь война Боевить не один день Проходит какое-то время Стали воевать Поражение Израиль Ни одного человека Не могли убить Они такие Ну Сорок лет Ни огорода нет Ничего нет А только тренировались И тренировались Это воины И поэтому Государства Падали перед ним И вот здесь Как раз и решился вопрос 32 человека Были убиты Остановить пока войну Рассудите Почему вчера Позавчера Год назад У нас ни одного Не убили А сегодня убили Живой Бог Отвечает на молитву Как не знаю Библия молчит Взяли из заклятого Запрещено брать Было что-то Взяли из заклятого Давайте 12 колен По колену прошли Показано колено Какое Колено теперь Начинает По семействам Потом по одной Померили И наконец По одному идите Никто не соглашается И они вышли На него пало А как Не знаю Там написано Узнали И теперь спрашивают Скажи Сын мой Что ты сделал Он говорит Я увидел Там одежда Красивая Такая слитка Такая слитка Серебра Всех истребить Всех истребить Но скотина Порубить А дом Сжечь В чистое место А теперь На том месте Где он Жил Там Куча Камней Туда Туда Приводить Первый Второй Пятый Пятый Класс Десятый Вот Что будет Скажем Мы не знаем Где он Теперь Там Сын Зага Но Писание Говорит Так Очень серьезно Относились К этому А сегодня За то Что они Укараулили Курск Уже Сколько Граждан Цивильных Людей Пропали Уже Люди Оттуда Толком И сейчас Бойницы Убегают А там Атомная станция Все это Обдумано Было Сделано И долго Лет Наше дело Молиться Молиться И ловить Слова Мы говорили Что постоянно Говорили Об этом Взятые Своих Домов Лапрон Откровение 13.10 Знаешь Где Откровение Где Библия Есть И у кого Нет Откройте Почитайте Мы об этом Молимся Каждый День Чтобы Взятые Из домов Читали Ежедневно И повторяли По много Раз Враг Не сдается Его Уничтожают Вот Советская Глава Знала Этот Лозунг Здесь Другой Лозунг Дух Святой Говорит Нам Откровение Знаешь как Да так Ну не будь Слишком грубая Там Не стреляй Доведешь А вот Впереди Маленькая Речка Вот так Совсем По колено Она Она Стала Я боюсь Идти А почему У меня Уйти Связанные Ну Развяжи Мне Я Перейду И потом Завяжу Она Развязала Стала Как Давай Она Упала В воду Утопила Ее И С твоим Смылась Понятно А к чему Кто ведет Плен Она Вела Плен Отняли Жизнь И дальше Кто Мечом Убивает Тому Самому Надлежит Быть Убитым Надлежит Надлежит Обязательно Во время Великой Отечественной Войны СС У немца Были Плен Не брали Это Самая Высокая Гвардия Была У Гитлера Всех На месте Убивали Если Взяли В плен То уже Расстреливали И Когда Узнали Зою Казмодиневанскую Где Казнили Какая Воинская Часть Узнали Все Таки Сталин Дал указание Ни одного Пленного Чтобы туда Не было Всех Уничтожать Видите Как Для всех Это одно Пленные Будут Работать Еще 4 года Будут Потом Освободят Здесь По-другому Взявшие Вещи И поэтому Снайперов В плен Не брали Ни те Ни другие Не брали Сколько Он убил Женщина Одна 157 Человек Убила Поехала Из Америки Вернулась Деньги Собирали А был Тобой Который Зайцев Там Где-то У него 450 450 Жизней Ну и думали Рекорд Не рекорд Финна Рекорд У Финна Полторы Тысячи Он Все Обдумал Я когда Стреляю А тут Газ Идет Ветером Как бы Из бинтов Кита И Снежинки Поднимутся Меня Туда Ночью Приходят С горячим Чайником Впереди Все пролет Чтобы Снег Не подлетал Это Я про него Считал Его Никак Не могли Найти У нас Герой Самолет Другой И все Другое Я когда Просчитал Даже не поверил Неужели Это может Быть Так У него 360 Самолетов По Советским Меркам Он был 20 Кратный Чемпион А почему И вот Зали в плен У них Снайпера Битва Так Идет Так И что Делали Как Его привезли Я попутно Говорю Как он Был Уважаемый А Его Не убили Мы увидели Что его Привезли И немцы Которые были В любом Лагере Рядом Как они Бросили Работать Как они Его приветствовали Хаттен Фамилия Такая Интересная И что Пришло время Его освободили А Содержали Плохо И когда Вызвали Спросили Там немцы Корреспонденты Как Нормально Я вернулся Почему Там еще Я скажу Плохо Теперь им Будет плохо То есть У него Все по уму Идет Когда считаешь Думаешь Вот как Это грамота Для нас Написанная Война пишет Сегодня Где-то Возьми Надлежим Быть убитым Это не все Конец Стиха Какой Здесь терпение И вера святых А к чему Здесь вера святых А к чему Терпение Тебе Будут Придержать Под ногой Альтернативная служба Да какая тебе Страна Поднимает Здесь терпение Выдержать Надо все Терпение И вера Святых А это не Святые Которые Поняли Приняли Оружие Взяли Пошли Заставили Не заставить Никто Два года Всего Дает Святых Но если Ты уже Пошел Присягу И оттуда Ты ушел И сбежал Десять лет Большая разница Ты вот Закон Это узнавай Тебе Может быть Завтра Прийти Без запрата Заранее Как только Шестнадцать лет Скорее Несите заявление Убивать Не буду Альтернативно Государство Разрешает Это Государство Того не было При советской власти Но это Надо сделать За год Минимум До Время Твоего Призыва Я начинаю С этого Показывать Как трудно Было Переводить Все на Сегодняшний День Я хотел Павла Посетить Нет возможности Сегодня Павла нет И первой Нет А тогда А тогда Было Указание Прямое Вот мы Это слышим Первое Фессалоники Сам Пятая Глава Семнадцатый Стих Всегда Молитесь Непрестанно Молитесь Непрестанно Я вам фотокарточки Сбрасывал Видели Без подков Какие они Знакомые Ты должна Понравиться Мужу Но когда уже Муж у тебя Тебе зачем Тело Своим Рекламу Рекламу Делать И это все Прихожане Чьи-то Раздетые Желаешь Посмотреть Где Посмотри Близкие Нам люди А почему Нет рождения Слыши А это Мирское Мирских Научились Не любите Мир Не того Что в мире Кто любит Мир Это Вражда Против Бога Я Вражда Не принимаю Вражду Одно и то же Мирские Привычки И прочее Настрой себя На это Так говорит Господь Здесь терпение И вера Святых Вера Не просто Пришел Отстоял Ушел Я устаю Однажды Вижу Человек Крестит Допустим Раз Пятьдесят Раз Пятьдесят Поконок Он ни одного Не делает Пришел Плюхнулся Вот так Вот Как Некоторые Делают И все Ну сидя Хотя бы Мог перекреститься Я ему Показан Отойди Ни разу Ну вот дверь Батюшка Открывает Он вдруг встал Батюшку Бит Пока Батюшка Туда-сюда Вон встает Батюшка Только дверь Сейчас спина Не скрылась Он сам Соткнулся Все Это Ну в каком-то Государстве Было Не прилипляйте Ну понятно А чем Лечь идет Хороший Подружник Кто-другой Поклонился Один раз По себя Подстерил Вместо Подстилки Во всем Привели Я думаю Так О вас Потому Что Всегда Я имею Вас В сердце И знаю Ваши Хорошие Дела Знаю Что Вы Стараетесь И в отсутствии Моем Быть Соучастниками Мне В благодати Благовествования И уз Поэтому Справедливо Я делаю Такое заключение О вас И поначалу Слежу О конце Какая же Поквала Для филипийцев В том Что Они заключены В сердце Павла Который Любит Не просто Но с Рассуждениями Только достойных Даже И в то Время Говорит Когда Я Защищался Прид Нероном Вы Не вышли Из моей Памяти Узы И скорби Он называет Утверждением Благовествования Но Можешь Назвать Так и само Защищение Потому Что Очевидно Если бы Он не был Убежден В несказанных В воздаяниях И незалеченных Благах То не был бы Заключен В узах Не подпал Б суду Жестокого Нерона Если бы Не предвидел Иного царя Более верного И прочного Итак Скорей Его Суть Утверждения Благовествования Здесь Апостол Показывает Что Он Не без Основания Любит Их Потому Говорит Я имею В вас Сердце Что Вы Участвуете Со мной В этой Благодати То есть Скорбях И В узах И Он Он Сказал Участников Но Соучастников Показывает Что И он Сам Участник Другим Как В другом Мессии Говорится Что Я Сделался Соучастником Благовествования 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 Такая Подробность Ну И он Начинает Когда Разговаривать Я Говорю Вы Вопрос Один Затайте Скажи Когда Считал Библию Ну Исповеди Когда Считал Так Что Тебя В ней Тронуло Что Ты Хотел Здесь Услышать В чем Нуждается Твоя Душа Когда Ты С кем Разговаривал О Боге О Вечности Потому Что С пустыми Руками Прийдят Стояли Домой Ушли Вот Она Здесь Мы Друг Друга Знаем А город И не Знают Некоторые У нас Пришли Я говорю А как Вы Пришли Ну Я Видела Выходят Из Храма Пахровский Собор Один Был И Кучков Люди Разговаривают А потом Один Парень Подошел Мне И Сказал А вы Библию Читаете Игорь Третьюков И Приел Человека Она Приглашенная Была Теперь Стала Слушать Вот Господь Как Делает Здесь Все В рассветную Никто Никого Не знает А здесь Никак Я сегодня Одно Говорю Ты Подожди Не уходи Он Мне показал Что-то И пошел И все Стоять Уже Никак Нельзя Только Держаться За детский Детский Стуль Хотя бы За крышку Держаться Уже Все Мотают А еще Я не знаю 65 Есть или нет Это Наша Жизнь Она Вся перед Богом Вы Сколько раз Считали То Что Написано Итак Бегите Чтоб Получить На листалище На стадионе Бегут Многие Но Один Получает Награду Павел Бегите Не дремите Бегите Ну Сидя Ты Ну Поклон Нельзя А если Поклон Делай Только Вот так Голова Вот Настолько Вот Такая Вот Поклон Поясной Такой Проверь Себя Чтобы Если Поклонился Рукам Могла Достать Да Нельзя Копаться Может Вот так Кулаком Один Сантиметр Ниже Ревность О чем Протопоп По вакуум Говорил Тысяча Поклонов Земных А иногда И более Того И она Останет Рядом Жена Если Аще Ребятички Не пищат То есть Не отвлекается Она На ней Вот как Я уж Про земные Не говорю Поклоны Я Сколько Бьюсь Ну Двое Или трое Господь Говорит Согласятся Когда А я Один Определенное время Двенадцать Часов После Двенадцати Выйти Подзвездное Небо Договорились А можем Ну Маленько Во времени Сохватает Это ничего Нет Посмотри На небо Я Никогда Не думал Что Говорят Будет Как Звезды На небе Звезд А сколько Всего Можно увидеть Никогда Не подумаешь Мне-то Казалось Там Сколько Ну От силы Допустим Там Тридцать Тысяч Нет А там Всего Шесть Тысяч А Имиральского Народа От Авраама Там За пятнадцать За поезд Миллиона Как Песок На берегу Море Тут Все Понятно Простое Дело И Сто Поклонное Зайдешь После С улицы Может Маленько Занес Для Разогрева Сто Поклонное Маленько У нас Каждый День А Это Мощь Я Коснусь Во второй Счастье Сегодня Будем Как Это Важно И Как У Бога Все построено Для каждого Из нас Пошли дальше Восьмой Стих Бог Свидетель Что я Люблю вас Что я Люблю всех Вас Любовью Иисуса Христа Толкование Толкование Апостол Призывает Сидетели Бога Не потому Чтобы он Опасался Недоверия Но потому Что он Не может Выразить Словом Своё Великое Душевное Расположение Представляет О Богу Испытывающему Сердца И это Есть Явное Доказательство Его Искренности Потому Что Если бы Он Имстил То Не призывал Сидетели Бога Сказал Любовью Иисуса Христа То есть Не ради Чего-нибудь Человеческого Не ради Того Что Вы Прислали Потребным Для Меня Но Любовью Ради Бога Или Сделавшись Вашим Отцом Через Веру Во Христа Я Люблю Вас Любовью Неплодской Но Той Которую Дает Христос Своим Истинным Рабам Рождающим Ему Час Евангелия Всех Я Объемлю Великой Любовью Потому Что Все Вы Таковы Все Не так Вот Главное Любовь Павел Говорит У него Пасха Такая О любви О любви Даже там Мимо Не проходило За Десять Петверстий Любовь В желудке Открутили Но Это Интересные Слова И повторяют Постоянные Любовь Обязательно Выиграется В том Какие Плоды Много Званов Но Мало Избранных Покажи Где Много Никогда Я не делаю Со званными А Сегодня Скажи Я был Званный Еще Может быть Перетерпят А я Избранный Богом В жизни Все На себя Берете Это Гордыня Это Ну и Все Преченье Гордыня Прелесть Прелесть То есть Плесень Какая А почему Да ничего Нет Вот У меня Сегодня Только Ночью В третьем Часу Я уже За компьютером Сижу Так У меня Время Идет Я могу Увидеть Надо Чтобы Кто-то Меня Толкнул Разбудил Я Грану Время Уже Залку Довези Ее Сюда Я В следующем Утас Будет Крещение Дай Бог Здоровья Батюшке Там Будет Видно Я На улице Был А Труд Там Сказывается И Это Не Один Там Опять Семья Пришла Новая Где Мы Говорим Ищите Там Священников Которые Согласны Если бы Не Был Моченый Покрестить Могли Но Все Равно Она Ухватилась Рукой Девочка А то Он Так Ее Рука Воровать Будет Рукой Она Не Крещеная Но Настолько Мы Несерьезные Вот Показывает Сектант И Крестер Сразу Набралось 300 Человек Белое Одеяние Которых Они Называют Пресвитиральные Они Стоят Каждую Берут Аппот Аппрокидывают На спину И Все Но Они Полное Погружение Дают Но Это Не Смерть Христа Положение Вогроб Далеке От Истины Но Нам Бог Это Открывает Надо Эту Истину Понести Для Других Вот Один Фильм Мы Смотрели У Адвентина Седьмого Дня Какой Порядок У них Он Говорит Я Девушку Полюбил Ну Вы Порядок Знаете Наш Знаю Какой Ну Я Должен Два Года Где-то Месяч Я Стоять Ну Кого Ты Приведешь И Вон Они Обитаемый Остров А Там Есть Люди Но Только Совершенно Неверующие И Вот Он Там Теперь Два Близко Близко Знакомые Ну Говорит Как Называют Там Магадан Какой-то Еще Город Ну Решили Взять На Попещение Два Человека Отправили Туда Сейчас У нас Там Две Лучки Православных Нет Вот Подробно Об этом Игорь Владимир Дугунов Говорит Когда Они Приходили Там Есть И Фасту Молились И Ничего Нет Пришел Побыли Я Подумал Монахин Подорос Простому Человеку Не Спастись Вообрази Монах В Рваных Штанах Ну И Что Будет Как Обратился Да Ладно Они Там Рыбу Какую-то Дорогую Отправить Работать Свои Тут Петеримов Привезли А От Эти Узнали О нашем Занятии Ну И Пришли И Все Женой Патруднее Бы Она Приехала Слезы То Другой Ты Остаешься Со мной Или Поезжай Обратно Ну Все Говорит Я Она Не скрывает Что Еще У меня Обращения Не было Но Я Замужем Тянет Меня И Все Она Там Секретарь Пишет Надо До Самого Места Дойти А Это Был Б Я Послание Первый Раз Это Надо Запоминать Не Просто Так У Человека Горе Несчастье Какое Где Что Нужно Посчитать Псалфис В Каком Месте Надо Знать Просто Где А Бывает Такое Что Не Верующий А Ему Завидует У него Все Есть А я Крещение Принял Такое Гонение Домашнее Жена Против Где-то Семь Сотовый Псалф Считай Надо Знать Просто Где Написано Это Все Нам Уроки Вот У меня Вышли Книги Про Стихах Четыре Тонна Я Не Знал Силу Этих Стихов Я Это Увидел Когда Митрополиту Подарил Он Считает И Меня Как будто Нет Забыл Я Начинаю Подождите Тут Какое Несчастье У человека Горе Он Читает Раз Он Чувствует Что-то Есть Второй Раз Еще Больше А третий Раз Он Забыл О Горе Своем Я Сам Этого Не Знал А Мне Каждую Ночь Из-за Тих Книг Выставляют Стихи Кидают По Одному Просчитают Вы Понимали Что Вы Написали Здесь Нет Не Понимал А Бог Сделал Такое Делать Корочки Которые Готовим Пробовать Во свете Святой Библии И Может К концу Месяца Будет Готово В сентябре Разоберем Ну Не знаю Уже Сообщили Мы Назначили Человека Который Недалеко Живет Там Полчаса Ехать Ему Пропуст Выписывают Чтобы Он Сверял С тем Как Договорились Отступления Никакого Нет Кругление Корешка Ламинирование Закладка Лесе Какая должна Быть А это Не просто Так Семи Турни Семь Томов Вот Это Кажда Книга Семьсот Весет Той Страницы А там Будет Тысяча Триста Двадцать В каждом Турнике Меня Вчера Да не Вчера Наверное Сегодня Ночью Спрашивает Один Хороший Человек Ну Просто Замещательный Могу Назвать Его Имя Вот Он Увидел Там Какой Баптист Обратился Старокатолики Его там Метрополитом Уже поставили И он Мне Послал Проповедь Я говорю Выходи на меня Как-нибудь Мы поговорим И он Спросил Когда можно Я сказал И пришел Иван Грибанов Ох Сколько Ума Бог дает Одному Человеку Я показал Кто этот Баптист Какой Кем он Стал Какой Его Вид Как Сидят Люди Как Размолили Сидят Все Женщины Сто Процент Без Платков Мужчина Там Галстук Змеиный На нем Все Конечно Бритое И он Говорит И все В самом Летом Ну может быть 160-170 Килограмм И потом С микрофоном Там Ходит Бороденка Такая Старокатолики Серьезные люди Мне сразу Кинули Когда они Образовались Какие были И как Постепенно Опустились А он Баптист Копой Говорит А что С ним А что С ним Он Не уйдет Уже Отсюда Оттуда Его Приняли И он Метрополитом Православный Обращается Чтобы Священником Из Баптистов Стал Епископом Я пока Не встречал Уж Метрополитом Вообще Недавно Вот Надо на все Смотреть И это Мне сегодня Ночью Скинули И вот Если Моченые Ни под каким Видом Священники Не крестят С ними Работаете И наконец Священник Уже Не знаю Сколько Мест Пять Или шесть Которых Стали Крестить Не стали Смотреть И Отступили Там кто Жалобщики На них Были Отступили Вот Нынче Было Не тринадцать А может Было Уже Тридцать Три Потому что Только У Вячеслава Десять Человек Крестили И мать Его там А до этих Годов Там не было И нашлись Люди А там Мы думаем А вот такие Нет Среди Священников Есть люди Которые Ревностные Любят Бога Но Другого Не знают А там Против нас Травят Как только Хотят А ничего У них Не получится А почему С нами Господь Вот Мы сейчас Просчитали Это Аттарь 38 Сейчас Поблагодарим После этого Бога Общим будет Субтитры